Они открывают парад Студвесен Чигу. Их концерт называется Неделимые. Ну что ж, пожалуй, это пока все, что известно о Студвесне команды F3. Но пойдемте выяснять. Неделимые. Неразлучные. Что сегодня покажется? Класс. Будет огонь и феерия. Что сегодня будет? Студвесна F3. Точно что-то будет. Но что мы не скажем. Это секрет. Сегодня же будет балл. В честь 18-летия Жасмин. Ну балл и балл. Ну балл и балл. Ну да. Каково открывать Студвесну уже в который раз? Первым уступать всегда весело, потому что мы, получается, задаем направление всей Студвесны. Получается? Узнаем. А в прошлом году получилось? Нет, у нас получилось. Честное слово. Что значит неделимые? Неделимые – это, конечно, вопрос такой философский, но именно на нашей Студвесне мы постарались показать дружбу, любовь, в то же время ненависть и злость. И то, что они неделимы. И все мы, на самом деле, все люди на планете, мы неделимы. Мы как единое целое. Факультеты филологии и журналистики, иностранных языков, прикладной математики, физики и информационных технологий. А все вместе – команда «Ф-3». Три факультета объединили усилия, чтобы показать достойный концерт. Готовились основательно. Все ночи напролет. Надеюсь, это все сегодня будет с лихвой, восполнено аплодисментами зрительского зала. Ребята выросли, реально выросли. И сложные мизансцены появились, и танцы массовые появились, чем обычно данный факультет не грешил. Вокал появился интересный. Я думаю, что зрителю скучно точно не будет. Я одна из главных героинь. Я играю сестру-близняшку. Вот. Мы с ней встречаемся и расследуем, почему мы сестры. И почему мы в разных мирах. Мы сами не понимаем, чем заканчивать, но заканчивать все хорошо. В чем задача? Сказать два предложения. Какие? Не помню. Давай порепетируем. Сейчас я вспомню. У тебя задача сказать два предложения. Ты их не знаешь, да? Так. А вы кто такие? И куда двигаетесь? И вот это ты сейчас забыла? Да. А сколько репетировал? Ну, неделю три. Придумала и срежиссировала неделимых Аня Германова. Ребята готовились к судвесне почти два месяца. Вообще это сложно, но так как у нас очень дружная, веселая и классная команда, все с пониманием относились и помогали, и все было очень классно. То есть, ну, все друг за другом, горой. Сценарий я писала не одна, писала со своим другом, одногруппником. Мы с ним все написали, все поставили. Ну, я ставила актерскую часть, он занимался декорациями. Вот это отголоски всех ночей. Сильно кричала на остальных? Я, наверное, не столько кричала, сколько ругалась. Била всех остальных? Нет, конечно. Я очень добрая, я только по делу злюсь. Била сильно? Да. Где синяки? Тут. А что она тебе била? Ну, короче, КВН мы, и мы не смешно шутили, и она била за каждую не смешную шутку. Каково быть не смешным КВНщиком? Больно. Больно. Презентация чувашского футболиста. Молодой человек, может вам мяч? Не, не надо мне, так нормально. На студ-весне нет четкого разграничения обязанностей. Все занимаются всем. Например, Таня Петрова и поет, и отвечает за внешний вид девушек. Сегодня всех уже девочек завила, накрасила? Ну, достаточно много. Сколько человек? О, много, много очень. И тебя кто готовит? Я сама себя готовлю. А сколько сегодня тогда встала, чтобы всех накрасить и самой подготовить? Я не спала. Это студ-весна. Тут никто не спит. Для Юли Волковой это первая студ-весна, и такой ажиотаж ей по душе. Я не знаю, как чувствуют себя актеры на сцене Большого театра, но ДК Чигу для меня это начало. Начало чего-то большего. Я актриса. Но еще в течение всех этих дней, дней заезда с понедельника, я помогала делать декорации. А вообще, как тебе, когда тебя красить? Нравится? Ну, это, конечно, круто. Ты сидишь, ничего не делаешь, а за тобой ухаживают. Вот бы мужчина так. За три дня до концерта студенты перебираются в зал ДК. Репетируют, готовят декорации, ставят свет. В общем, все эти дни участники студ-весны практически живут в зале. Сложно, тяжело, хочется спать. И все. Хочется к маме, на самом деле, еще. Маме привет передам. Обязательно. И бабуле, и всей семье передам. Очень хочу. Вы скоро увидите своего ребенка. Суд-весна закончится. И да, я вернусь к маме. Вкусно? Очень. Когда последний раз ел? Что ж такое ешь-то, а? Прямо что тебе так вкусного? Салатик бабулю положила. Бабуле, много салатик передала? Там еще картошечка лежит. На всех командах хватит? А, нет. Ты сам съешь? Да. Такие вот, такие вот. Я, конечно же, поделюсь, хотите. На суд-весне не обошлось и без жертв. Например, Руслан очень любит современные танцевальные направления. А вот вальс его не вдохновляет. Но чего только не сделаешь ради победы своей команды. Руслан освоил нелюбимый вальс за две недели. А сложно вообще в этом салатике? Да, очень сложно. Что сложно? Держать спинку, шагать. Все, сложно. У тебя получается? Думаю, да. И все же, сколько бы сил и нервов не было потрачено на суд-весну. Какие бы участники не были уставшие, все они в один голос твердят. Это того стоит. Мы очень рады результатам. Мы очень к этому давно шли. Мы очень долго старались. Голоса срывали, так что и нервы все ушли. Я вот это такая дерганная. Это эмоции, это такие чувства. Ф-3 семья просто. Прекрасный старт. КВН зашел очень хорошо. Шуфи замечательно. Ну а на самом деле танцы. Вот всегда в Чигу были прекрасные танцы. Самое большое количество баллов я поставил за самый массовый танцевальный номер. Команда Ф-3 выступила. Следующие на очередь студенты строительных факультетов. Их концерт мы увидим во вторник. До встречи на суд-весне. Продолжение следует...